И снова здравствуйте, мы все еще на лодке из Миральдусик, я провожу экскурсию, это уже третья часть экскурсии. Сейчас я расскажу вам про провиант на нашем судне. Видно логотип, очень хорошая вещь. Значит, смотри. У нас здесь ящик запас воды. Обязательно. Ёшкин хер. Бокалы. Все на лодках пьют из пластмассовых бокалов, а мы, как белые люди, из стеклянных. Но, конечно, это надо делать не на ходу. И вообще на ходу не надо пить. Это ящик с подручными продуктами. Это Jetboil. Это такая горелка для воды, очень удачная. Сахар. Кусковой коричневый мистраль. Значит, бомж-пакеты, всякие чаи в пакетиках, естественно. Одноразовые стаканы, крэмблы и, значит, проще радости судахонства. Отставляем ящик. У нас здесь есть большой подпол. Так, это пакет для мусора, мы его пока отложим в сторону. У нас есть большой подпол, в котором хранятся партизаны. Так, кто его закрыл? Я знаю, что такое. Вот, наш подпол. У нас тут лежит дынька, дошираки, вода, апельсины, яблоки и что-то еще. А, газовые баллоны. Газовые баллоны запасные для Jetboil. Так, с этим все ясно. Дальше у нас идет ящичек с посудой. Вот такой вот, удачненький. Ножечки, тарелочки, вилочки. Все здесь, досочка разделочная, салфеточки, как из шляпы зайца доставать, волшебные. Хлебушек уже йог. Что еще у нас тут? Финк-листы обязательно, в маленьких упаковочках. Загущенное молоко, растворимый кофе, без него вообще никак. И одноразовые тарелки. Мусорные пакеты. Под этим всем находится еще одна плита. Это главный, главный инструмент на корабле. Ни в коем случае нельзя его потерять, тогда мореплаватели могут просто погибнуть в походе. У нас дальше идет холодильник. Прошу. Холодильник. Что тут у нас есть? Маслица сливочная. Половина марсика, хочешь? Ну, потом, главное, что здесь лежит. Соус чили-хайнс. Хлеб. По-моему, он тоже не жилец. Выкинем потом. Минезик, огурчики, сырок, нарезочка. Колбаски всякие. Что это у нас? Сервелат зернистый. Кто его купил? Так, в холодильнике у нас лежит еще сырок, гауда. Пичуга, дельфава, качида, как-то там, де Перун. Не знаю испанского, к сожалению. Ассорти Хохланда. Водичка. Водичка без газа простая. Потом есть обязательно, без этого вообще нельзя, шоколадница тортик. Есть, о, сливки. Я же забыл, что я сливки покупал. Точно. Огурцы. Прощайте, дорогие мои. Вы тоже выйдете. Так хорошо смотреть в холодильник с оператором. Нужно посроченный продукт изничтожить. А, клубника была. И клубника еще есть. Она еще, наверное, жива. Значит, дальше мои любимые фрутинги. У них прекрасный сайт Кусочки.ру. Они копейки за это не платят. Пиво за даром искренне. Очень люблю все, что внутри там плавает. Сыр Филадельфе. Это самый лучший сыр вообще на свете. Его лучше всего мазать на Фазера и на Финкриспе. Вода. Бастурма. Колбаска. Сколько? Когда срок годности-то? Срок годности. Годен до 17-го, но 7-го. А сегодня какое? 22-ое. 22-ое. Прощай, колбаска. Так, это должно быть жить вечно. Я уверен. Это кофе Американо. Лотто. Никогда нельзя покупать. Есть такой русский, как же он называется? Не I love you, а какой-то лет... Что-то это какое-то. Летобиш, что ли? Какая-то пародия на кофе. Они делают из растворимого кофе. Холодные банки. Это вообще категорически нельзя пить. Это супер наибаловый обман. А Лотто, поскольку это корейский бренд, ему можно доверять. Корейцы, японцы, они обожают всякие напитки в банках. И у них каждые 100 метров автоматы на улице стоят. Они в этом секут. А наши, к сожалению, нет. На Лукоиле продаются. Ни в коем случае не покупайте. Так, что там еще? Паштетик. Сырок. Хорошенький. Так. Это туда. В морозилке... Выпили. Была водка. Идем смотреть. Во вторых холодильниках. Так, значит, здесь у нас что из еды есть? Как ты помнишь, в Плесе мы посетили прекрасное совершенно место под названием «Частный визит», которое нам так понравилось, где нам подарили с собой много банок с разным вареньем. Это потрясающая вкусноты варенья. Отставляем в сторону. Значит, здесь у нас запас вина корабельный. Без этого даже в 17 веке никто не выходил в плавные. Не говоря уже о сегодняшнем дне. Разные вина. Я подпускаю красное. Поэтому у меня красное. На других лотках белое вино. Смотрим, значит, ящички. И тут у нас ящик с консервами. Жарко, да? Легкий обед с солнцом. Джон Вест. Полюбленный мой едной еще в Якутии. Очень ценная вещь. Зеленый горошек. Ракушки копченые. Почему-то. Хайнс фасоль в томатном соусе. Белая фасоль. 35% бесплатно бандюеля. Мини бандюель. Легистическая версия. Что это у нас? Сайра. Тихоокеанская, натуральная. Так, это уже было. Кальмар натуральный. Моя любовь. Морской коктейль. Шпроты. Так. А, еще и красная фасоль есть тут. Это, значит, консервный ящик. Потом ящик с кореей со сладким. Не знаю, как его еще назвать. Это супер-мега вещь. Йо-йо. Абсолютно охуенные вкусноты. Просто нереальные. Еще в каждой пачке какой-то совет. Такой полезный. Похоже, я не помню, как это слово называется. Есть черчкелла, а есть второе. Как это? Когда лист такой разматывается. Как это называется? На рынке продается всегда ворбян. Ну, какой-то, короче, брат черчкела. Какая-то супер вещь. Они пишут всякие советы. Например, у совы три века. Или муравьи очень чистоплюи большие. И поэтому они убирают мусор в отдельную специальную кучу. Вот это, значит, ешь и приобщаешься к секретам природы. Очень клевая штука. Потом, Русь державная. Это мой любимый криппер. Я считаю, что за это название просто они заслужили премию имени Академика Лихачева в области русского языка. Это гениально. Это, значит, какие-то фруктовые, со злаками, смыслами. Это восточные сказки «Зачем ты мне строишь глазки». Это и клубничные эти хрени. Тоже вкусные. Печенье овсяное. Почему не овсяное? Твикс, Финк Рид. Юбилейное обязательно. Без этого вообще нельзя из дома выходить. Большой набор всяких супов. Супы, горячая кружка и чашка супа. И, в общем, они не знают, кто у кого крадет. Но они все на одно лицо, а на вкус мне нравится. Я люблю вылить такой же стаканчик и выпить это очень припозже. Суп бюре куриный. В общем, большой набор всякой дряни походной. Так, все прячем обратно. И последний ящик. Это более злаково-печенный ящик. Пряники шоколадные. Почему шоколадные? Господи, я ошибся. Печенье юбилейное. Юбилейное ореховое. Ну, куча всяких мюслей. Мюсли на фруктуозе. Мюсли Nature Valley Crunchy. Мюсли Корнекс. Как гондоны почти, что такие? Вкус дыни. Марс. Марс, так, это уже все было. Все, больше ничего нового. А, KitKat. Так, закройся, закройся. Закройся. Холодильничек. Еще один. Значит, что у нас тут есть? Бутылка красненького, наполовину открытая. Думаю, что она уже все. Молочко наполовину открытое. Это для того, чтобы мюсли есть. Лимонад. Очень клевая вещь. Розовый. И, значит, дальше те же самые кусочки продолжения серии 2. И молоко. И все. Больше там... А, еще, обязательно, конечно же, активия пищевая. Через неделю результат налицо. Вода без газа, креветки. Все. С холодильником покончено. Теперь у нас осталось 2 последних... Нет, 3 последних. Первое, это, значит... Здесь мюсли. Мюсли Дорсет. Это лучшие вообще мюсли на свете. У них появились братья. Почему-то я их открываю снизу. Непонятно, кстати. Мурнфлейк. Они тоже самые охуенные на свете. Еще есть вкуснятина, любимые вкусы, каша моментального приготовления. 4 злака. Еще есть быстров, которого почему-то купил на сле. А может, с самого начала он был на сле. М&Мс. Чернослив. Чудо-фрукт. Это врага. Не отбеленная серой. Что хорошо. Альпин Гольд, Шоколайф, клубника, бисквитное печенье. Твиксы. Дядюшка Бишоп. Без него вообще никак. Каша мгновенная. Ассорти любимая. Набор Кремблов. Товарища Акульчева. Фезер. Гораздо лучше, чем Финкрипт. Кстати, я рекомендую. Ну и все. Мы сейчас все туда попрячем. Набираем обратно, обратно, обратно. В порядке несъедания. Кашу еще ни разу не готовил. Неделя уже прошла. Если смазать ее вообще вернуть в целости и сохранности. Обратно. Так. Оба, а здесь ничего нет. Есть только плед для пикника. Я не знаю, зачем я его купил. И есть хлеб типа рижский с орехами, курагой, черносливом. Надо гусь есть. Самое интересное, последнее, отдельное. ПС. Наш корабельный мини-бар. Там есть зеленая марка. Там есть ксуксу клубничный. Там есть белис. Без него тоже сложно. И лапландия, клюквенная настойка сладкая. Ну вот, собственно. На этой радостной ноте завершается наш несложный обзор корабельного хозяйка. Я желаю всем удачных выходных, прохладного лета и счастливого отдыха.